здравствуйте сегодня хочу вам показать сорт сливы это слива сорт президент хочу показать и рассказать какого она качества это первое урожай хочу сначала показать какая слива внутри это прислонилась веточка и получилось как ранка это не червяк ничего это не болезнь она не болеет от червяком и обработали ее один раз до цветения и до распускания почек мы обработали дно ком и вредителей на ней не оказалось то есть фунгицидами длительного действия мы не обрабатывали чтобы слива была экологически чистая дно к это сильнодействующий препарат не можно обрабатывать деревья и кустарники желательно чтобы даже не было листочков один раз в три года а еще лучше обработать этим препаратом ваше растение в конце зимы что почки вообще не набухли не успели распуститься и так перейдем к нашей сливе президент покажу ее качество какая она в разрезе и какие у нее вкусовые качества сейчас все вам расскажу и покажу я все делаю одной рукой так что как получится у меня модно рассказывать смотрите берем сливу и разрежу ее пополам наверное одной рукой не получится вот я разрезала сливу посмотрите какая она внутри красивая ароматная сахарная косточка у нее маленькая отделяется не очень так сложно одной рукой конечно все сложно ну вот вот так она отделяется в одном месте прикрепилась сильно эта часть отходит легко такая она красиво теперь возьму зеленым сливу покажу ее тоже в разрезе вот я разрезала зеленую сливу посмотрите она тоже сахарная сладкая ароматная сейчас я буду пробовать эту сливу мягко сказочная смотрите какое с нее варенье и джем и заморозка я ее замораживаю зимой на компот это сказка чудо этот сорт не очень нравится он такой крупненький вот в руку берешь кулачок классный вот три сливы я взяла греть полностью в руку поместилась очень классная слива а это зеленая сейчас попробую тоже сладкая но менее мягкая на более жестче вкус у нее обалденный сладкая сладко теперь хочу вам рассказать о формировке если ее сильно обрезать ветки мы может дать меньше урожая но сами сливы будут намного крупнее чем у меня вы видите на столе деревья этой сливы высокорослые 3 3 3 метра 4 носа зависит от формировки если верхушку срезать она будет ширости а если бака убирать высоту пойдет в общем переходим к самому дереву сейчас будем рассматривать сливу на дереве рассказать про сливу сорта президент посмотрите какой она дает урожай каждый год она меня радует своим урожаем очень хорошая слива шветочки гнутся сейчас я ближе подойду и покажу посмотрите какая слива какой урожай крупная сладкая вкусная она не червивая я ее ничем не брызгаю не обрабатываю веточки аж облипшие полностью это слива называется президент если вам попадется это название покупайте и не жалейте урожай будет сто процентов я ее каждый год замораживаю потом зимой отменные компоты в этом году наверно варенье может джем наверное джем с косточками потом процежу будет замечательный джем у меня здесь раньше были цветы росли а сейчас разрослась слива очень урожайно что я цветы теперь выращиваю за пределами участка в горшочках а слива на первом месте дерево растет на три ствола тут пошло разветвление и вот такой получается урожай слив мы ее сформировали один ствол а потом на три разветвление она невысокая вон столб видите какой высокий она невысокая но рожай дает очень хорошие сейчас я вам покажу колоновидную сливу это у меня колоновидная слива она тоже дает урожай на каждой веточке много урожая но не столько много как на той стволе и если ее неправильно формировать вот я считаю что неправильно ее сформировала она ветки гнет на бок и вся падает может быть ей нужна опора да наверное ее надо на опору подвязать это колоновидная слива в прошлом году не давала урожай только цвела а в этом дала урожай это еще одна слива у меня колоновидная тоже урожай есть хороший к вереву три года она была урожай тоже нужна формировка ведь и ветки гнутся аж до земли значит я неправильно и ее сформировала будем переделывать а эту сливу колоновидную это еще другой сорт тоже дала урожай но я посадила ее возле малины и ей видимо темно все таки или малина забирает свои силы питание с почвы и слива очень плохо растет я подумала она поднимется ей будет здесь хорошо не жарко но малина все таки есть малина малина должна расти отдельно от деревьев это краснолистный персик у нас хороший каждый год дает урожай не болеет ничем персиков очень много и когда начинают распускаться листочки так красиво они совсем другого цвета они красные сейчас вам молодой персик покажу вот этот краснолистный перстик пустил от росточек а может быть косточка упала я не знаю много здесь пустил вот еще персиков можно пересадить и будет хороший персик я уже проверила дает урожай даже с этих от росточек пересаженных персик очень урожайный лист у него красивый не зеленый а красный очень красиво смотрится вон там вдалеке у меня зеленый персик а этот с красными листьями а это смородина она два метра высотой цветет желтыми цветочками посмотрите какой урожай на каждой веточке хороший урожай огромный я ее тоже зимой замораживаю она крупная смородина тоже хорошая эта смородина намного лучше и больше дает урожая сорт называется золотистая она цветет желтеньким пахнет пчел на немного опыляемая сочная варенье с нее вкусно на каждой ветке полно урожая очень крупная растет много веток высокая здесь у меня помидоры на специальных опорах такие муж сделал опоры и мы помидорки в эти кружочки вот так вставляем стволик и подвязывать их не нужно и урожай хороший получается веточки не гнутся не падают вот доросли вставили теперь эту нужно вставить она здесь расстегивается вот так можно завести вокруг 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 и сюда все вот она растягивается вот так сейчас оп и все и веточки никуда не денутся подвязывать не нужно потом дорастет выше сюда будем вставлять можно сразу направлять ну сейчас она еще маленькая вот так я выращиваю свои помидорчики это мой огород а вот сюда наверх на конце если низкие такие опоры я одеваю вот банки железные чтоб случайно не наклониться и не попасть себе в глаз это моя красная смородина она тоже хороший урожай дает гроночки великолепные большие красивые я вот не помню как она называется но она каждый год меня радует своим урожаем я потом вспомню в описании напишу как ее название вкусное я с нее варила желе на соковую выжималку ручную косточки отделяются посыпала сахаром варила долго такое вкусное я рецепт скину вам кому надо напишите в комментариях напишу рецепт желе из красной смородины чудное это инжир смотрите я его укутывала на зиму но в Одесской области все равно вымерзает инжир вот он снизу кустил молодые веточки вниз не вымерз а сам стволик придется обрезать все-таки морозы есть морозы нужно укрывать его в этом году по-другому буду укрывать все расскажу покажу засниму на видео здесь у меня растет белая смородина тоже красивая она косточки видно насквозь необычное растение такое красивое я его пускаю только на компотики в основном дети съедают ее сразу до компотов дело не доходит она сладкая вкусная ароматная и еще очень красивая вот такая вот белая смородина урожайность тоже у нее хорошая кустик весь просто обвешан этими бусинками здесь у меня красная смородина это немножко другой сорт но он тоже шикарный посмотрите на эту красоту и солнце светит и она здесь в тени растет мне жалко убрать виноград он так зарос сегодня обрежу его потому что пора уже собирать красную смородину на солнце оно дает намного больше урожая чем тени но от этого никуда не денешься хочется и винограда и смородины и абрикосы и конечно же сливы так как видео я слива начала сегодня с того что я снимала сливы сливы слива сорта привидент всем спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал буду рассказывать про виноград как я выращиваю огромные у нас хорошие огромные виноград ничем не болеет если интересно пишите в комментариях буду рассказывать про виноград это у нас красный кеша он очень сладкий его пчелы любят его нужно укутывать потому что такой сладкий что даже громко нельзя скушать есть очень много других сортов кому интересно пишите в комментариях буду все рассказывать до свидания что вы вы думайте очень я хочу вам как вы 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 Субтитры сделал DimaTorzok